В первую очередь вспомним о страшной трагедии, которая произошла ровно пять лет назад. В авиакатастрофе под Ярославлем погибли 44 человека, 26 из которых игроки хоккейной команды «Локомотив». От лица программы мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Тем временем Сибирь вернулась в Новосибирск после первой выездной серии игр в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. Очков в матчах с московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» подопечные Андрея Скобелки не раздобыли. Однако сразу два новосибирца вошли в список лучших по итогам второй недели чемпионата КХЛ. Напомню, молодой голкипер Сибири попадает в топ-10 уже во второй раз. В матче с московским «Динамо» наш вратарь отразил бросок Максима Карпова на старте третьего периода при счете 1-4. «Динамовцы» разыграли трехходовку и вывели на бросок своего партнера. Правда, переиграть Алексея Красикова ему не удалось. Шайба Константина Акулова при счете 0-3 стала единственной у сибиряков в матче. Зато какой! Серебро топ-10, 17-й номер точно заслужил. После передачи Олега Губина Костя на замахе убрал одного защитника и отправил шайбу с острого угла в ворота Александра Еременко. После не слишком удачного выезда Сибирь опустилась на 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Однако впереди у подопечных Андрея Скобелки сразу три домашние встречи. 9 сентября новосибирцам будет противостоять хорватский медвежчак, 11-го Сибирь во второй раз в сезоне встретятся с Ханты-Мансийской Югрой, а 13-го со словацким Слованом. В этих играх шестым игроком новосибирцев будут их болельщики. Кстати о них. Как показал благотворительный аукцион, на котором были выставлены игровые свитера хоккеистов с первого матча в сезоне, не все из фанатов Сибири оказались добросовестными. Один из покупателей отказался забирать джерси Степана Санникова, и руководство клуба приняло решение перевыставить лот. Торги будут длиться два дня, 7 и 8 сентября. Стоимость свитера бронзового призера Чемпионата мира по хоккею на момент выхода программы составляет 20 798 рублей. Напомню, остальные 26 джерси уже выкуплены. Всего на благотворительном аукционе удалось собрать почти 400 тысяч рублей. Все деньги пойдут на протез для 11-летней Ангелины Сутягиной, которая ценой ампутации ноги победила рак. Оставшиеся 100 тысяч, недостающие для покупки протеза, добавит руководство, хоккеисты и тренерский штаб клуба. А пока наши хоккеисты уже активно проводят сезон, футболисты Сибиряка переживают второе межсезонье за год. Из-за проведения Чемпионата мира по мини-футболу в регулярке Суперлиги образовался полуторамесячный перерыв. Через неделю футболисты отправляются на сборы в Чехию, а пока начали активную подготовку в Новосибирске. Наша программа побывала на одном из занятий. После первых двух туров чемпионата Суперлиги, выездных матчей с московским «Динамо» и домашних с новой генерацией из Сыктывкара, тренерский штаб Сибиряка дал игрокам две недели на отдых. С понедельника же футболисты приступили к усиленным тренировкам. Их у подопечных Евгения Куксевича сейчас две в день. Утром беговая на «Спартаке», вечером игровая на родном паркете. А 15 сентября новосибирцы отправляются на сборы в Чехию. «Кардинально отличается от того, как мы готовились к первым двум турам. Если мы там форсировали подготовку, я говорил, что небольшой форсаж у нас был, нужно было подойти именно к этим двум турам, четырем играм, то сейчас мы ни в коем случае не должны форсировать тренировку, а все будет планомерно, как и положено в подготовительном периоде. Сейчас будет стягивающий микроцикл, подготовительный микроцикл. Это в Новосибирске мы его пройдем, затем переедем в Чехию, там мы проведем базовые циклы, где заложим фундамент, проведем несколько товарищеских игр, вернемся сюда и уже проведем непосредственно подводящий микроцикл, подойдем к игре с «Газпромом» и стартуем». Напомню, что перед первыми сборами к команде присоединились два новичка. Это Александр Дунец и Юлиан Шамсуддинов. Экс-игрок «Норийского никеля» признается, пока взаимодействие на паркете в процессе наработки. «Сыграться пока, честно скажу, не до идеала, более-менее так. Кого-то чувствую, кого-то не чувствую, и то же самое и с другой стороны. Но еще достаточно времени, я думаю, сыграемся». Во второй межсезонье, если можно так выразиться, «Сибиряк» подписал еще одного игрока – Эльдара Нугуманова. Он успел поиграть за Тюмень, КПРФ и подмосковный «Динамо», в составе которого, кстати, становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. «У нас стояла задача найти игрока, атакующего класса, плана опытного игрока. Так как мы с Константином Тимошниковым расстались, а он именно был такого оплуа, то мы искали, у нас было несколько кандидатур, в том числе и он. Поэтому до конца мы думали, решали. Я как тренер был изначально с этой кандидатурой согласен». Поиграть за «Сибиряк» Ильдар пока не успел. Он наблюдал за матчами с трибун. «Динамо» хорошо, они отыграли, конечно же, на выезде дома с генерацией тоже. Первую игру, конечно, именно когда до счета 6-2 провалили, но потом вытащили. Ну, а в второй игре уже сделали свои поправки и довольно уверенно выиграли. Ну, а в трибун что себе на заметку взяли, может быть? Здесь очень хорошие болельщики поддерживают. Поддержать игроков «Сибиряка», кстати, можно будет 8 октября. Именно тогда новосибирцы возобновляют выступления в регулярке Суперлиги матчем с «Газпром-Югрой». А на сегодня у меня все. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных спортивных новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова